здравствуйте уважаемые зрители продолжаем наш еженедельный аналитический проект в студии с вами политолог данил богатырев политический аналитик сергей лазовский и на связи с нами по скайпу политолог андрей золотарев здравствуйте добрый день продолжаем анализировать тенденции но сначала наверное хотелось бы упомянуть громкие заявления текущей недели а точнее одно громкое заявление сделанное секретарем с нб алексеем даниловым в интервью радио свобода а именно заявление по поводу того что украинский язык следовало бы перевести на латинский алфавит на латинскую графику как это правильно называется вот по этому поводу много чего было написано в сети нашими коллегами представителями экспертного сообщества наверное мое мнение больше всего привлекло два поста две публикации первая из них энрика менендеса это человек который занимается вот вопросом интеграции оккупированных территорий изучением жизни на подконтрольных территориях донбасса и он говорит что это просто элементарное отвлечение внимания вот той стратегии развития подконтрольных территорий донбасса которая была недавно принята там достаточно обширный документ на 300 страниц и в общем то ничего хорошего по его словам этим подконтрольным территориям донбасса в плане развития эта стратегия не сулит ну а второе мнение философа андрея ермолаева о том что собственно переход на латиницу и вот эти все идеи к ним не следует относиться легкомысленно потому что это целенаправленная политика которая проводится не только даниловым но еще целой группой скажем так гуманитарных элит внутри украинской власти это и экспертные институты и тот же самый национальный институт стратегических исследований он упоминал там и другие организации которые уже не первый год продвигают эту тему а с какой целью с целью как можно дальше обособиться от россии ну вот если для затравочки позволю себе упомянуть свое мнение по этому вопросу я считаю что если украинский язык однажды перейдет на латиницу это станет толчком для его неизбежного слияния с польским языком со временем точно так же как молдавский после перехода на латиницу слился с румынским да здесь различия между языками больше поэтому процесс этот займет больше времени но все-таки в украинском языке много польских заимствований много польских слов и также смена графики неизбежно повлекла бы за собой смену фонетики ну а дальше процесс слияния это уже вопрос времени и кроме того если украинский был бы переведен на латинскую графику это неизбежно поставила бы крест на всех и без того нелепых потугах украинской власти говорить о какой-то преемственности от времен киевской руси от времен древнерусского государства в конце концов повесть временных лет писалась не на латинице ну вот пожалуй на этом позволю себе подытожить с моим мнением и интересуюсь вашими мнениями господа вот так андрей что вы скажете по данному поводу знаете но это предложение прозвучало еще задолго до господина данилова незаверных ильфа и петрова помнить 12 стульев которые геркулес и так далее поэтому данилов не оригинально вот чем я согласен с менедесом это и действительно как политехнолог с этим могу согласиться и на этом дело акцент то что вот этот элемент информационного спина переключение внимания с одной темы на другую но посмотрите уже пятый день идет обсуждение этой казалось бы ну такой благоглупости из уст чиновника поэтому такой вариант как такого целенаправленного вопроса исключать не могу равно как есть логика и у господина ермолаева поскольку с точки зрения если лепить проект украина анти россия то все что развивает связь украина и россии хорошо что все что отлично от россии должно быть в украине поэтому как бы два вот этих тренда собственно две вот этих версий они вполне логичны и обоснованы другое дело то что где здесь мы понятно что ничего кроме и так наша школа заточена на выпуск патриотов и идиотов но очевидно идиотов если гипотетически представить такой переход станет гораздо больше сергей ну а вы что думаете по данному вопросу ну я бы немножко разбавил этот серьезный том поскольку заявление такое серьезным считать не могу при все при всех тех вероятных последствиях которые она может за собой повлечь но тем не менее мы же говорим о трендах у нас тренд такой что вот у нас знаете еще со времен советского союза там любая привратница там швейцар и это помог из дома издавать свои циркуляры приказывает он там определял как должно работать заведение иногда были такие швейцар или там синдром вахтер это вахтеры до которых боялись директора знаете я вспоминаю такой фильм был я шагаю по москве и там был такой эпизод молодой сибирский писатель начинающий прозаик приезжает в москву к светилу с тем чтобы получить услышать его мнение и вот сидит за столом такого шикарного кабинета человек который начинает рассказывать слушай ты думаешь что ты писатель а вот надо так так и так и лепит полную билиберду невероятную этот уже стоит ну просто рушатся все его представления о том что должно делать и вдруг открывается дверь заходит солидно такой дядя этот горит ох извините иван федорович я сел за ваш стол оказывается это был палатер басов его играл шикарный такой эпизод вот когда палатеры ветеринары и тому подобное высказывает свое мнение то это не политика это даже не филология это клиника но поскольку у нас соответствующие учреждения были закрыты ульяной супру то вот они попали куда угодно я уже говорил как бы сам себя цитирую что очевидно процентное содержание идиота в любом обществе хоть то американская хоть китайская хоть какой бы то ни было хоть украинская она где-то приблизительно соответствует одной и той же цифре а вот отношение общества к своим идиотом вот уже характеризует общество если общество идиотом разрешает клеить коробочки на почте то есть давая им посильную работу это одно если общество ставит этих идиотов в руководство 7 самим собой вопросы к обществу это уже не то что говорил андрей золотарев выпускает идиотов и патриотов а это именно равнение на идиота потому что и будь он единственным мы бы это сейчас не обсуждали очевидно есть еще целая плеяда которые этого порта одобряются но вот я вам уже говорил до начала съемок вчера был первый раз в жизни и в этом откровенно признался когда сначала согласился с ильенко потом с быковым а потом из фарион вот обсуждали как раз эту тему вот они все вместе сошлись на том что это идея идиота я не стал с ними спорить вот и стал и сидящие в этой же студии советник нацполиции он сказал вы говорите смотрите какая интересная вещь вот одна мысль объединила сразу все противодействующие стороны все стали против то есть таким образом он скрепляет наше общество значит идиотские идеи как это было nokia connected people у нас идиотка нацию надо получается что-то в этом роде ну что ж более серьезным темам продолжается тренд на противостояние офиса президента верхушки судебной власти а также наших западных партнеров за контроль собственно над судебной системой украины и вот на прошлой неделе издание такое следство инфо опубликовала так называемые пленки суди вовка вкратце напомню нашим зрителям что вовка это судья окружного административного суда города киева и на этих пленках записях то ли сфабрикованных то ли реальных понятно что никто не может проверить их подлинность человек с голосом похожим на судью вовка обсуждает человеком с голосом похожим на андрея богдана бывшего руководителя офиса президента и на андрея портнова бывшего чиновника администрации януковича обсуждает вопросы отмена закона о люстрации а также назначение на должность в конституционном суде ну одного из судей которые впоследствии были туда назначены то есть предполагалось что эти люди фигурирующие на пленках они как-то повлияли на руководителя конституционного суда тупицкого с тем чтобы он назначил нового судью сам тупицкий это опровергает конечно же повторюсь я здесь вижу очередной виток противостояния за контроль над судебной системой то есть вероятно что если мы зададим вопрос кому выгодно то получим на него ответ что публикация этих пленок выгодно скорее всего офису президента с тем чтобы додавить того самого александра тупицкого который пока в судах сражается за свою должность руководителя конституционного суда работа конституционного суда у нас как минимум частично парализована потому что там есть решение верховного суда о незаконности соответственно отстранения судей президентским указом и так далее юридическая казуистика происходит очень серьезная вот но тем не менее имеем вот такой процесс противостояния за контроль над судебной системой чем он закончится как вот вы считаете смотрите вот тут в ней даже не в тупицком дело дело в том что судейская каста корпорация это очень сплоченная спаянная живущая по своим понятиям группа людей и собственно найти такой универсальный программный ключ к этой категории к этой касте дело очень сложно за это брался и порошенко до конца дело довести не удалось поскольку там собрались люди вполне грамотные которые они не будут выступать с громкими речами то есть они не будут выступать но на тут шоу они вот как вчера просто заблокировали трех членов вышел совета правосудия в этический совет ну как бы какие претензии ну не избрались избрать но на самом деле ну такой акт саботаж понятно что если смотреть объективно с точки зрения украинского гражданина то есть это борьба чужого этичника то есть интересов рядового украинца здесь в этой схватке нет а схваткой с одной стороны зеленский оказался очень неприятной ситуацией на него давит запад давит запад требуя судебной реформы с другой стороны он эту судебную реформу провести не может поэтому он пытается что схватив шахматную доску пытается ударить и представитель переводкой судейской касты по голове ну с одной стороны это можно приветствовать но с другой стороны это очень большой для общества почему потому что да у нас в судебной системе присмыкающиеся и позвоночные преобладают еще те деятели но есть и те кто заметьте примерно четверть пятая часть судейских вакансий незаметно то есть судейские вакансии где-нибудь глухом перекрином районе они никому не интересны потому что там эти проблемы и работа как говорится от звонка и до обеда и даже вполне по украинским меркам высокие оклады они не компенсируют все хотят работать в печерском в соломинском в шевченковском суде то есть модных суда где есть возможность получить коррупционную ренту и если посмотреть образ жизни столичных судей он разительно отличается скромное обаяние окружающие поэтому тут президента могу понять но с другой стороны ввязываясь надо отдавать себе отчет хватит ли у тебя сил и ресурсов мне уже понятно то что победить по правилам по правилам Зеленскому не получится поэтому либо ждем какого-то очередного переворота доски и удара по голове либо вынуждены будут играть как говорится отбой и отползать но кстати вот по этому поводу еще интересная информация прошла на днях относительно контуров судебной реформы на местах которую хотят реализовать в офисе президента и в правящей партии слуга народа эта реформа предполагает сокращение количества судов соответственно сокращение судейских должностей а когда у вице спикера верховной рады руслана стефанчука спросили а как же так где же будут решаться судебные дела потому что и сейчас суды завалены в общем-то делами там административными мелкой уголовка и так далее суде перегружена если их станет еще меньше понятно что объем дел на одного судью увеличится на это стефанчук ответил им что мелкие административные дела могут решать люди избранные общинами то есть что я в этом вижу это практически возврат к практике 19 века когда были вот эти вот мировые судьи до которого избирала община человек без юридического образования просто авторитетный в местной общине и он решал вот если там кто-то у кого-то украл козу там и тому подобные вещи но это извините по сравнению с продвинутой юридической практикой сплошная деградация как вы считаете сергей ну во первых где он наберет этих мировых судей поскольку уже говорил что целый судейский корпус не мог набрать трех человек которые бы соответствовали правилам и понятиям благочестия где-то возьмут на местах трудно себе представить тем более люди которые живут бок о бок и они должны знать этого соседа и доверять его непредвзятости это сложно по поводу опять-таки тренда мы сегодня трендируем тренды у нас следующий смотрите еще со времен у нас же модно стало это слово пленки пленки то вот а пленки то вот а пленки то вот так вот со времен пленок виктора андреевича не к ночи будь упомянута его имя я помню такой инцидент когда его пленки с его записью из записями сан саныча амельченко заслушали в парламенте там где сан саныч по маме вспоминал все что связано с виктором андреевичем этот как бы жалобно оправдывался вот в тот момент я сказал смотрите у него нет ну скажем так фаберже он не может быть руководителем чего-либо да а тем более страны ведь нормальный бы мужик сказал окей вы прослушали все эти пленки прослушаем там есть ознаки государственной измены нет тогда я спрашиваю вот здесь сидит прокурор сидит министр какая записывая премьер-министра это чё за страна где можно записать премьер-министра я продолжаю это что за страна где можно записать судью вот так записать судью в любой стране если бы какой-то недоумок выперся с такой пленкой фбр его бы тут же упаковали упаковали бы лет на 30 это чё такое получается у нас вообще все открыто кроме того если бы эти судьи хотя бы на уровне судейском умели дискутировать то тот же тупицкий бы сказал я опрашивал общество производил опрос общественного мнения можно ли этого человека поставить можно ли этого ваше мнение и тому подобное в подъезде у себя вот спросите всех бабок спрашивал как вы к этому относитесь дальше что он спрашивал мнением у никто не предложил за это деньги какие-то посулы они обсуждали ну таки мы с вами обсуждаем и можем позвонить тупицком и сказать вот мы здесь сравним обсуждали слушать нормальный мужик давай и пожалуйста пишите эту пленку мы сами и запишем и вам передадим все дело в том что я уже прошлый раз говорил понимаете надо писать от первой цифры первая цифра это конституция у нас конституция это как любят повторять закон прямой идеи но не прямого наказания закон основной закон он должен к на мой взгляд как компьютерная принцип компьютере 0 единица других знаков нет только вот это поэтому конституция или исполняется или не исполняется даже если она не исполняется на одну сотую это влечет за собой наказание причем она не требует следствие доказательства есть нарушение конституции как только человек нарушил конституцию он должен сесть у нас законы конституции содержат статьи но не содержат санкции вот уголовном кодексе не воруй украл пять лет в конституции делай так не сделал политическая ответственность ё-моё чё такое политическая а если бы было так вот единое и навсегда правило нарушение конституции наказание наказание там 10 или 15 лет ну не полгода условно я думаю что владимир александрович со всей своей ветеринарной команды уже так я думаю на три пожизненных себе заработал вот этим следующий когда у нас борется президент судейским корпусом то это как у высоцкого белос нечесть груди в груди и друг друга извела там хорошо положительно все закончилось извели друг друга все дальше не было а у нас не у нас одна нечесть пытается извести другую поскольку если бы тупицкий был знаете как незапятнанный светлый образ суде которому мы прибегаем этом конечная . то конечно бы наверно люди встали на защиту и однако же не все потому что по самому суде есть масса вопросов в том числе и у меня как в такое время когда люди тут перебиваются с хлеба на квас хотя квас уже стоит столько что его не купишь как можно ездить и так бравировать свою ценой своего отдыха или тот же мэр с которым борется кличку президент ну так такого мэра избирать нельзя было изначально поэтому здесь вот это вот двойственность того что плохое борется с худшим вызывает какую-то скромную надежду во всяком случае у меня что они из ослабят друг друга и таки изведутся но я думаю что помочь им в этом все таки нужно по поводу того что мы из наблюдателей пора бы нам уже превратиться в тот самый мировой суд который наконец скажет так ребята давайте кого шахматная доска теперь в руках у нас не мы смотрим как они там орудуют а вот у нас это не хотите чтобы уши прищемились сами пойдите и отдыхайте вы больше не нужны а последнее что хотелось бы сказать по этой теме ну да мы шли-шли в ес ради этой ходьбы туда в ес мы взяли на себя невероятную кучу обязательств нам сказали не буду в нато не буду но мы же именно из-за них вели здесь цены на газ мы же должны соответствовать международному по импортному паритету вели все как тех на эмо влеченка и там еще множество чего так давайте тогда если мы уже туда не идем нам сказали вас здесь не ждут отказавшись от этого откажемся и тех обязательств которые ведь когда носирова на начали только наносить на носилках он тогда уходя сказал у населения 100 миллиардов у населения но сейчас у нас президент поехал с какой-то немыслимой программой для байдена с 287 миллиардов на какие-то проекты о которых никто вообще в украине не слышу но может стать и кстати недавно вот буквально сегодня одно из издания опубликовала информацию с ответом офиса президента на их журналистский запрос по поводу данной программы на 200 миллиардов и офис президента ответил что такой программы не существует что я нет если важно все таки к теме судей рациональное зерно в идее с мировыми судьями есть я вспоминаю начало 90-х как один криминальный авторитет разбирал дорожно-транспортное происшествие вот тебе экономия и нога и на суде на исполнительной службы причем судил как говорится по справедливости по правилам дорожного движения вот стихийно я вспоминаю те же начала 90-х в таджикистане когда вовчики и юрчики ваххабиты и пророссийские резали друг друга не трогали судей поскольку так или иначе все-таки судья суд это то что отличает дикость от цивилизации но надо помнить о другом что в той же европе которые нам ставят пример соблюдение законов как говорится питалась молоком матери в той же британии еще в 19 веке вешали за бродяжничеств поэтому суровость наказание и дикость там было на лицо но там и королям головы рубили до закон есть закон закон суровый но это закон у нас же все таки это как-то в менталитете это отсутствие но насчет насчет того чтобы криминальных авторитетов взять рассуждать то надо иметь ввиду следующее что так называемое третья если вынесет неправомощное решение то они же и ответят за это решение у нас никто не отвечает за беспредел да у нас еще но не у нас у них теперь получается еще волошин в прошлом веке говорил что в любом государстве вне закона существуют две группы власть криминальная и власть официальная и в годы великих потрясений они меняются мясами что в сущности одно и то же но вот вам теория элит в общем-то практически по паре то если помнится то государство израиль которое у нас так часто теперь любят вспоминать она в общем-то начиналось не с царей а именно судей первыми правителями израиль когда они уже там нагулялись по пескам и решили сесть первыми правителями были судей да действительно ну что же а мы двигаемся к другим темам продолжая говорить о скандалах интригах и расследованиях на прошлой неделе было опубликовано расследование cnn о деле вагнеровцев так называемом также было анонсировано христо грозе вам расследование билинг кэт по этому же вопросу ну и почему собственно данное расследование так важно для украинской власти да потому что многие обвиняют в сливе вот информации о той спецоперации именно представители офиса президента мы на этой неделе были свидетелями того как депутатская комиссия во главе с марьяной безуглой пыталась представить свои результаты расследования ни разу не заседаю да ни разу не заседая действительно но это мелочи разве это может служить помехой для марьяной да вот согласно этим результатам информация о спецоперации якобы просочилась потому что там были какие-то агенты российских белорусских спецслужб среди этих вагнеровцев или якобы вагнеровцев вот но в общем власть пытается как-то защищаться но на мой взгляд почему именно сейчас было вновь была вновь актуализирована эта тема я думаю именно с целью давления на офис президента со стороны американцев и со стороны британцев в вопросе выполнения требований по корпоративному управлению то есть по сохранению тех самых наблюдательных советов по судебной системе по специальной антикоррупционной прокуратуре которую сейчас американцы требуют чтобы возглавил их ставленник вот в общем-то банальный шантаж и ничего другого я здесь не вижу но вопрос возникает в следующем насколько адекватная реакция украинской власти на этот шантаж как вы считаете андрей пока вижу нервную реакцию я отмечу другое я об этом говорил в интервью это нтв да действительно это такой это предупреждение но фильм сюжет cnn это как глоток свежего воздуха для парах работа было приунывших после визита зеленского в вашингтон поскольку на фоне такой демонстративной фронты зеленского по отношению к западу таких надерзил же прекрасно помним ряда президентских веток тем не менее он был принят тем не менее не прозвучало каких-то жестких требований оценок и это безусловно была плохая новость для порошенко для кличко но вот вот этот сюжет он прозвучало для них как выстрел стартового пистолета тут же выскочила на трибуну ирина гераченко возбудилась ты немедленно комиссию и так далее но на самом деле я думаю что по большому счету ведь в этом сюжете не прозвучало ничего нового чего не было в статье годичной давности в комсомольской правде александр коц военкор который собственно та версия и как-то ну естественно это совпаде всякие совпадения случайно как раз вышло под встречу владимира александровича 9 сентября встреча путина и луженко как-то уж понятно нелепо говорить о том что фсб может влиять на cnn ну такое совпадение когда обменялись принципе позитивно показано сб похвалила этот фильм факт поэтому я думаю что это предупреждение такое что если домашнее задание не будет выполняться то куда более жесткие оценки могут прозвучать в иных сюжетах капнуду лучше поскольку там принципе вот сам по себе сюжет никакой угрозы этот этот сюжет cnn но ведь расследование христо грозева может быть гораздо более подробным и он анонсировал его публикацию через месяц то есть даны конкретные сроки да и там же сокращенная и полная более чем двухчасовая все же может идти по нарастающей вот этим фактом то есть угроза страшнее исполнение вот этим очевидно мотивируется вот такая нервная реакция офиса привидел и видимо ну знаете ситуация зашла просто слишком далеко изначально надо было я считаю что в этой ситуации надо было говорить правду какой бы она ни была ведь можно было прямо сказать что мы же увидели ситуацию с часом не смогли посадить судью в машину как говорится без косяков вот и вывести а тут посадить самолет с тридцати двумя обученными подготовленными предположительно обученными да ну знаете даже иногда мотивация она компенсирует недостаток как говорится подготовки этих людей по моему и мотивация была если бы они поняли что что-то идет не туда и чем это могло обернуться жертвами крови и как бы это выглядело на самолет да как как наклонить пилота самолета если бы не принял решение садиться в киеве что поднимать истребители только что обвиняли там лукашенко едва ли не в воздушной операции это было позже да ну по хронологии позже в этой ситуации кстати может быть лукашенко воспользовался этим намеком что можно за посадить самолет но вполне возможно да но мое мнение несколько перекликается с предыдущей темой с пленками это когда и каким образом самое первое упоминание о срыве этой операции просочилась в прессу то есть у нас есть якобы гипотетически некая государственная тайна это спец закрытая была операция спецтайна но хорошо кто-то внутри там штирлиц какой-то продал план барбаросса но это как минимум план расследования для мюллера там я знаю для кальтенбруннера но не для какого-то рихарда зорге сидящего в японии который бы начал писать газете а там провалили целую операцию против откуда такие сакральные знания у людей вообще вокруг то есть изначально ну я бы на месте соответствующих людей я бы задался вопросом ну-ка докопайтесь до первой причины кто первым это сказал и начал бы у него тщательно спрашивать откуда к тебе пришли эти сведения но я думаю что в грозе вы не может быть в этом отношении никаких претензий потому что к нему пришло прямо от ми-6 видео в виде разнаряд китай за грозе знаете это как кольцевые гонки на этих на картах они там по дороге кого-то толкают там пытаются сбить но его-то цель не сбить кого-то по дороге его цель первым приехать поэтому цель грозе в это его цель его цель не направлена на то чтобы нам с вами здесь хорошо стало жить а наша цель все-таки стать начать хорошо жить тут внутри то при том что где-то там параллельно ездит и грозе вы еще кто-то по факту самой этой всей темы я тогда еще не не вешая себе медальку на грудь я тогда еще сказал может по еще будем благодарны тому кто сорвал эту операцию потому что посадить самолет с тридцатью двумя пусть даже не вагнеровцами но гражданами чужой страны вот пожалуйста лукашенко пошел по этому пути и много радости сил он себе не поймем на этом поприще дело в том что да мы знаем в истории операции которые завершались успешно из адольфа мэйхмана мы операция мтб я извиняюсь что эти все операции производили израильтяне но это были успешные операции победители как говорится несут но была операция трест по выманиванию значит белогвардейский совершенно верно успешно операция вот если бы она сорвалась вот тогда было бы плохо совсем плохо но поскольку она не сорвалась то же самое с террористами которые имен на мюнхенской олимпиаде отличились да весь мир знал что их так или иначе в течение нескольких лет обнаружили выловили и разобрались с ними здесь получилось кроме скандала и криков ничего хорошего то есть сейчас я кстати услышал уже президент уже высказывает такую мысль что может быть и хорошо что так получилось но тогда надо было бы сказать что друзья да никакой тайны никакого этого нет я просто оценил и сказал что ребята это операция никуда не годится она не должна быть ну может быть кто-то из окружения понял что а виновные кто ее планировали же увольны так а ну по дину планировать мы пришли и предложили давайте операцию делать так говорите не такая операция не годится так я не виновен я просто подал инициативу вот на сегодняшний день дурацкая инициатива с обеткой это же еще не не состав преступления это дурацкая инициатива так и здесь поэтому ожидает нам расследование bellingcat ну а очередная какая-то там группа которая зарабатывает денег на том что роется в чем-то грязном белье в неважно каком это их заработок это их трасса на этой кольцевой гонке по достижению своей цели они этим занимаются они этим зарабатывают другого дела когда вы упомянули ми-6 меня с этой организацией больше другой вопрос интересует что там делал наш президент в гордом одиночестве со стороны украины нарушая все протоколы все что только можно вот это меня интересует намного больше а то что это операция не состоялась еще раз говорю я думаю что это надо ставить заслугу во первых это конечно никакие не вагнеровцы но это вообще отпадает этот вопрос поскольку вагнеровцы не занимаются там телефонными приемами заказов это не развозка пиццы и не фирма и не фирма глоба и не летают на таких самолетах но если предположить что вдруг они там принимали какие-то запрещенные вещества и таки приняли с бодуна этот заказ и полетели то надо думать что в самолете какая-то часть из них была бы уже в состоянии дать отпор той медицинской бригады которая бы могла зайти и туда и как это при полном самолете мирных граждан да не угнали бы этот самолет вместе с бригадой вместе с гражданами и дальше разбирались то есть мы ушли от малым позором ушли от большего позора но еще раз говорю и я настаиваю над этим выясните с чего все началось кто первым сказал гау ну логично объективное расследование действительно необходимо они собственно выводы марьяны безуглой не без единого заседания комиссии в продолжение так сказать европейской темы еще один интересный тренд современности это либерально-консервативное противостояние в евросоюзе противостояние между брюсселем и странами восточной европы в частности польшей и венгрии на прошлой неделе она достигла новой высоты когда еврокомиссия фактически заблокировала выделение целого ряда финансовых траншей в качестве кредитов в качестве грантов польши и венгрии случае с польшей там речь идет о сумме в 57 миллиардов евро внимание миллиардов евро я не оговорился для наших зрителей вот более 30 из них должны быть выделены в качестве грантов на протяжении нескольких лет остальное в качестве очень дешевых кредитов под выгодные проценты случае с венгрией речь идет о меньшей сумме но все-таки семь с половиной миллиардов евро серьезная сумма также и почему еврокомиссия отказалась выделять эти средства потому что по мнению брюссельских бюрократов в польше и венгрии не соблюдается верховенство общеевропейского права в части прав человека а именно прав лгбт других меньшинств право на аборты если говорить о польше в венгрии недавно был принят закон запрещающий лгбт пропаганду среди детей в школах вот все это очень не нравится брюсселю не нравится евросоюзу но в польше и венгрии идут в принципе по единственно логичному для них пути в польше уже обратились в конституционный суд с тем чтобы он сделал заключение о том что польское национальное законодательство более приоритетно по отношению к европейскому законодательству и это фактически тот путь по которому уже прошел целый ряд стран не входящих в евросоюз ну в частности российский пример здесь есть когда в россии решили что с принятием изменений в конституцию что международное законодательство не имеет приоритета над внутренним в венгрии обратились в европейский суд соответственно также за разъяснениями по данному вопросу в общем все выглядит так что дело движется если не к очередным экзитом из евросоюза венгерскому и польскому то по крайней мере очень серьезному усугублению вот этого вот либерально-консервативного разлома внутри е.с. что вы думаете по этому поводу как будет развиваться ситуация андрей пожалуйста венгрии уже бросили уже появился даже такой термин хукзит арены вот и этого следовало ожидать тут даже не вопрос экономического неравенства а так или иначе стремление бюрократов из Брюсселя все водифицировать ну ибо те люди которые нас так пугают живописуют ужас и совка правда большинство из них уже там родилось на излете или после того как советский союз распался они не обращают внимание на то как все забюрократизировано и заорганизовано в Евросоюз и вот это неизбежно должно было натолкнуться на подводные камни польских скреп венгерских скреп ну венгрии немножко другая история там действительно попробуйте там орбана и фидес покритиковать там в плане свободы слова далеко не европейские стандарты такие как у нас да да совершенно чётко там как бы венгерский авторитаризм он ничуть не значим и пожалуй Польша та страна где как ни в одной другой страны европейского союза сильна роль церкви и клирикализм понятно что рано или поздно вот допустим в вопросе и с ЛГБТ и с абортами все это должно было коса должна была найти на камень я наношу и я думаю что тут вопрос да действительно для Украины фантастическая сумма у нас бы как говорится и маму родную бы продали за такие деньги предложите сейчас нашим депутатам они все что угодно они какая там ЛГБТ пропаганда это сущая мелочь это более глобальные вопросы а зачем им пропагандировать если они сами на большую часть там состоят да да согласиться с голубоватостью некоторой части наших народных избранников и розовостью избранниц ну есть что есть тут другое понятно что это первые тревожные звоночки то что европейский союз взошел уже вперед турбулентности когда за Британией могут последовать и другие страны то есть что трясти будет не на шутку по моему это совершенно очевидно да а вы Сергей что думаете по этому поводу ну дело в том что вот это цветной этот прапор он покоя не дает не только в Европе у меня друзья живут в Канаде там это относит наиболее острые проявления они за голову хватаются поскольку и непонятно держать ли там детей или самим там оставаться хотя они столько лет туда стремились дело в том что желание одной части населения регламентировать жизнь другой части населения навсегда неизбежно будет сталкиваться с противодействием то ли более сильным то ли более слабым но есть вещи которые испокан веков являются как бы характерной чертой того или иного сообщества действительно вот я жил долгое время в Польше это глубоко религиозная страна причем на уровне проникновения с нуля от земли как говорится там это не модная тенденция там пришли вот зеленые или пришли бело голубые нет это они так живут кстати как и на западной Украине у нас церковь это церковь клир это клир поэтому конечно влазить в эти тонкие вещи тем более на уровне каких-то административных указаний тут надо или мозги иметь для того чтобы разграничить куда можно влазить со своими рекомендациями куда не нужно если они не остановятся в этом а тенденция в принципе сейчас намечается такая что уже люди как бы устали от этой бесконечной политкорректности что вот это вот нужно уважать их мнение окей уважайте их мнение я уважаю их мнение когда они находятся в своей группе говорите там что угодно делайте что угодно но когда по моему родному харькову идет колонна я вообще не понимаю откуда их столько набирается это ж какой-то парадокс внутри видов они не размножаются нанимают нанимают майдан арбайтеров но с каждым но с каждым днем их все больше а внутри видов они не размножаются вот какая то вот это вот непонятно во всей стране идет спад народного населения а они все время растут или они откуда-то приезжают или свои переодеваются или это модно или за это платят что-то же должно туда вот позвать человека который завтра придет там в компанию где его знают ему скажет подожди ты че это то это не ну пацаны ну там за пятихатку я вам кстати скажу вот было исследование компании гэлоп оно проводилось еще в 2020 году среди американцев американская компания социологическая с мировым именем и так далее и вот она задавала вопрос относительно процента вот этих вот так называемых представителей лгбт в различных поколениях если скажем в поколении которое родилось вот в период или около второй мировой войны это было там полтора процента или что-то около того то в поколении вот двухтысячных годов и младше так сказать которые сейчас студенты подростки и так далее там 15 процентов но дальше больше было выявлено что вот среди этих 15 процентов которые в самом молодом поколении причислили себя к лгбт собственно гомосексуалистов лесбиянок их там также считанные проценты а все остальные вот из этих 15 11 11 это те кто назвали себя так называемыми бисексуалами то есть но почему они это делают они это делают под воздействием пропаганды либеральной для того чтобы с этого возыметь какие-то какие-то социальные блага то есть там чтобы в случае чего кричать я угнетенное меньшинство хотя на самом деле он может и не является второе что есть целый скажем так область но это пример того как работает пропаганда вот это вот навязываем это не просто пропаганда это огромные деньги за этим безусловно вот есть целые области производства ну скажем там кино производства культура там где трудно продвинуться по карьерной лестнице если ты не соответствуешь не словесно если ты этому не соответствуешь если ты в это не вливаешься то есть это обряд причащения там существует свой достаточно мощный тут вот возник вопрос который больше конечно он переплетается с предыдущим вопросом который мы обсуждали что нужно для того чтобы скажем в Украине а меня все таки Украина больше интересует чем все остальное наконец наладила жизнь но в понимании того что мы стремимся все таки к европейским или там к цивилизованным ценностям и тогда мне приходит мысль на мысль одно наблюдение которое я еще в Европе когда жил я его сделал украинец попав за бук он становится самым законопослушным на свете человеком он два дня будет стоять возле неисправного светофора но на красный не перейдет он с бумажкой будет ходить три месяца в руке но не бросит мимо урны пока не найдет он первым платит за квартиру то есть украинец это не генетически какой-то фрондер это человек который попал в условия администрирования правильного он ведет себя очень порядочно то есть нужно ввести администрирование здесь но тогда не расправлять новых администраторов украинскими упырями можно так сказать которые из всего сделают коррупцию тогда сделайте как в Индии но если вы мы возвращаемся опять таки о трендах мы возвращаемся к тысячелетней давности истории когда сказали земля большая всего дофига а управлять не умеем давайте звать трюриков тогда давайте позовем тех же англичан нравится немцев нравится американцев но только так как в Индии вы сюда не своих там десант высаживаете в виде супруна еще кого-то нет вы заходите сюда лет на десять на пятнадцать ставьте свою администрацию как скажем в Индии англичане ушли индусы остались они воспитались в понимании нового права вот права это тот старый колониализм а сейчас у нас неоколониализм когда интересы так сказать вот этих западных стран только в том чтобы своих сюда привезти эксплуатировать здесь все а потом улететь вон на самолете как из Афганистана это когда война а когда не война а когда действительно это это ну не нравится вам российский путь развития окей хорошо вы же это уже даже в конституции записали это понимаете как вот вы собираете там допустим стиральную машину и говорите часть деталей будет моя ну хорошо но вы со временем эксплуатации понимаете что эти ваши детали они ломают всю машину вы говорите ладно хорошо давайте ваше производство сюда вашу технологию мы пока будем привыкать к этому ну вот пройдет какое-то время но я еще раз говорю войди сюда завтра полностью вся администрация я далеко не сторонник этого я сторонник украинизации ну украинизации с точки зрения того чтобы выстраивать свою страну ведь смотрите у нас огромные проблемы начались именно в тот момент когда мы вдруг решили отказаться от тех принципов которые провозгласили в 90-м году в том числе и вне блоковости вот как только сказали что мы это все поменяем тут же начали менять наше окружение они не знали поменяют или не поменяют но на всякий случай приняли предохранительные меры и эти меры будут длиться ровно столько сколько они не будут видеть в этом возврат в первой цифре собственно люди украинцы голосовали за ту украину вот за эту украину я не голосовал вот за сегодняшнюю украину с таким отношением к языку с таким отношением куда мы идем с блоковостью я за это не голосовал я не голосовал за страну с государственным суверенитетом я голосовал за страну с народным суверенитетом там где народный суверенитет формируют государственно у нас все наоборот у нас провели референдум а потом 300 человек из всего большого народа сказала то ну это не годится мы это имплементировать не будем а где воля изъявления безусловно ну вот еще одна тенденция даже не уходящей недели а многих месяцев последняя на сегодня которую хотелось бы обсудить она касается экономики и тенденция это на мой взгляд на тотальную фискализацию украинского населения речь идет как о рядовых гражданах так о малом бизнесе о среднем бизнесе ну крупные это у нас олигархи им как раз не страшно вот а все что а все что так сказать размером поменьше будет страдать и вот в этой связи был принят на прошлой неделе интересный закон верховной радой о легализации криптоактивов так называемый я сразу скажу что он не легализовал криптовалюты в украине в качестве платежного средства но легализовал крипто конвертеры а эти конвертеры то есть компании которые могут конвертировать криптовалюты в фиатные валюты соответственно которым мы привыкли они будут работать разумеется с идентификацией личности и через них станет сразу понятно у кого есть криптовалютные счета а следующий шаг это что это обложение этих криптовалютных счетов налогами точно так же как сейчас наш любимец мой так сказать налоговый маньяк Даниил Гетьманцев хочет обложить все сбережения граждан налогами путем контроля происхождения средств при осуществлении серьезных покупок и обложение их 18-процентным налогом это еще один законопроект шикарный в кавычках который лежит сегодня в Верховной Раде вот что вы думаете об этой тенденции фискализации понятно что она осуществляется в первую очередь с целью латания бюджетных дыр ну то есть мы все понимаем денег нет но вы держитесь и так далее но есть ли какой-то другой способ залатать эти дыры можно ли как-то переломить этот тренд потому что конца и края ему не видно и на сегодняшний день ну для меня по крайней мере совершенно очевидно что с граждан Украины с предпринимателей с обычных наемных работников будут драть три шкуры пока просто не останется что с них забирать смотрите дело в том что фактически вот инициатива Гетьманцева это нарушение того неписанного постсоветского общественного по которому власть придержащие на тот момент красные директора коммунисты националисты комсомольцы да комсомольцы сплотившись во властную команду осваивали общенародную собственность как говорится дав возможность парасичным заняться своей судьбой поиском хлеба насущного отдал им бесплатно их жилье дав возможность приватизировать сохранив кое-какие социальные гарантии и дав возможность не платить налоги мы вам в карман смотреть не будем главное вы нам не мешайте распоряжаться и так собственно оно продержалось до конца до левых когда стало ясно что собственно источники иссякают да иссякают источники а вот это государство которое по сути представляется на скелет в ссср еще и навешивали навешивали в общем и продолжают навешивать у нас 7 органов которые борются с коррупцией это все же бюджетные расходы это дополнительная нагрузка на те кто натягнул так вот у нас уже тарифы превратились в вид такого подати поскольку говорить о экономической обоснованности тарифов ну какая экономическая обоснованность допустим если у нас себестоимость украинского 120 нам рассказывают что ас 800 при том что 60 процентов потребности в газе украина закрывает за счет собственной ясно что это большой такой развод как говорится народ но тут дело в другом понятно что дотянуться до олигархов до кошельков олигархов это не реально из украины за последние с конца 90 вышло более 200 миллиардов в офшорной юрисдикции принять закон о собственно налоги на выведенный капитал ну рука не поднялась хотя это реально смогло бы собственно уменьшить отток этих средств и по сути ну пытаются не меняя вот этой олигархической сущности государства залезть в карманы за руль ну ничего в лучшем для власти случае это приведет к тому что большая часть экономики уйдет в тень то есть украинцы научились жить автономно от государства то есть будет как с последним повышением тарифов да повысили но люди больше платить не стали зато увеличилась сумма коммунальной задолженности это тоже как раз форма реакции на нарушение общественного доллара когда люди просто перестают платить под 100 миллиардов уже накопилось долгу и эксперимент ну как бы а попробуем как говорится дустом мы еще не пробовали а давайте в два раза повысим тарифы ну понятно что цены на бирже сегодня за 800 долларов перевали вот поэтому инициатива гетьманцева она изначально она ничего хорошего денег бюджетно она точно не принесет а вот большим как говорится социальным потрясением привести вполне ибо ну украинцы платить как того хочет гетьманцев не станет то есть если да действительно ну как бы про государство продемонстрирует что она заставляет олигархов платить а не платят ну тогда можно было ставить вопрос и давайте и остальным ну пока этого не наблюдается сергей как вы считаете будут ли социальные потрясения из-за увеличения налогового бремени прямого и скрытого голодные бунты это социальные потрясения но разумеется ну да но можно же так красиво завуалировать что вроде бы как в том анекдоте так оказывается кризис еще не вот так и здесь поэтому вопрос то заключается опять таки у кого в руках вот это вот шахматная доска украл этот образ у Андрея у кого в руках шахматная доска если мы считаем что мы только даже не пешки а мы вот этот стол на котором на спине у кого стоит эта шахматная доска там разыгрывают и что-то выщипывают у нас там со спины последние перья у кого они есть если это наша шахматная доска тогда надо подумать о следующем что я уже говорил об этой студии тоже на сирок в свое время сказал что 100 миллиардов на руках у населения занесите их в банк как занести в банк если там тырят Надя Савченко давал рецепт очень просто обижите всех кто заполнил ей декларацию они же все заполнили там несметные деньги были в том числе и у Гонтаревой занесите в нацбанк как она говорит их же там украдут а вот в том то и дело их там 450 балбесов сидит единственные кто принимает законы в этой стране примите такой закон попросите у кого-то купите украдите не знаю что угодно сделайте поставьте здесь такую банковскую систему как в Италии во Франции или в Германии не знаю где в Японии чтобы деньги не тырили как только они занесут туда свои деньги они 24 часа в сутки будут смотреть туда чтобы эти деньги не стылили они не будут 24 часа в сутки будут смотреть за чужими деньгами как бы их стырить они не не будут выдумывать кириллицы всю эту фигню они будут думать сначала о том как эти деньги должны быть там с охраной потом как эти деньги должны наконец заработать чтобы приносить какую-то прибыль но как только это начнется вот эти 100 миллиардов которые нового населения на руках они будут занесены в банк так легче их вывести на кипр заму бабушки нет я имею ввиду депутатам и власть придержащим легче выводить на кипр так вот дело в том что меня все время интересующие сейчас оффшоры прижимают потихоньку но вместе с этим обратите внимание что казалось бы здоровый человек на тыре в такое количество переведя туда деньги он должен займись за ними уехать туда и зажить там нормально в здоровом обществе нет он продолжает тереться здесь пить эту же воду но правда с названием авиантом или какое-либо били перри но неважно он живет здесь он ездит по этим дорогам он он все равно то есть качество жизни здесь никак не соответствует то есть что-то их тут держит и хорошо бы чтобы и деньги здесь были и работали пусть официально работаю я вот говорил с одним из тех кто приняты олигархи он говорит слушай но то что ты говоришь класс надо это делать только имейте ввиду если это все претворить в жизнь то воровать больше нельзя будет он говорит так нам уже не надо нам воровать не надо уже все хорошо нам теперь нужны четкие правила вот четкие абсолютно правила распространенные на годы вперед так вот возвращенные в то время было 50 100 миллиардов сейчас уже сказали 50 у нас или не осталось вот то что говорил андрей они выбирают и выбирают из населения остатки но их осталось уже мало они выбираются с колоссальной скоростью поскольку воспроизводства и у населения эти денег нет и олигархи это как крона дерево если ты корни снизу откуда все деньги поступают их обескровишь что крона опадет очень быстро очень быстро пойдет понимание своей экономики своего развития это же путь внутреннего развития а мы все время пытаемся чтобы нам кто-то помог у какой здоровый человек имея собственные деньги пойдет брать взаимы деньги у банки для того чтобы их про есть они что-либо построить и остаться должным это вот невразумительно вот например закона про это закон это земле продажи земли который при но говорил с нашим там академиком знаменитым человеком который говорит нельзя землю продавать я говорю а что делать будет продавать нельзя но вот видите опять-таки порядок дискуссии вы ставите аргументом что продавать нельзя они вас бьет своим что вы 30 лет не продавали что хорошего а что тогда верю но может быть при наличии массы ученых институтов украинских разработать карту применения использования украинских земель где-то золь до неустойчивого земледелия там миллиардативные комплексы перерабатывающие комплексы увеличение пропускной способности портов потому что когда вырастили приюле самый большой урожай то замминистра российского хозяйства мне тогда сказал это что его вырастили мы его сохранять не умеем перерабатывающих мощности не имеем а порты не пропустят такого количества у нас очень малая пропускная способность то есть понимание того как надо отнестись по государственнически к этому ресурсу который у нас написано в конституции общенародной а дальше открывается народный банк не государственный не национальный народный земельный банк вся эта земля принадлежит народному земельному банку та земля которая сегодня находится официально находится проданы у людей она таким продолжают у них находиться но если захотят продать они ее могут продать только в этот опять-таки народный земельный А дальше бери в концессию любую территорию, которую ты сможешь освоить, но только при условии того, что ты выполняешь концессионный договор, шаг влево, шаг вправо, пинком под зад, и все, что ты закопал в землю, осталось там. Использование земли поступает, деньги от использования в Народный банк по концу года распределяется между всеми гражданами Украины, как у арабов, за проданную нефть. И тогда каждый человек, не так, как мне один ведущий на Нью-Звание сказал, говорит, я в пятом поколении городской житель, какое отношение к землями? Говорю, Саш, ну если бы ты в конце года получил тысяч 10-15 хотя бы долларов, как свою долю за использование земли, ну... Это что-то очень многое, мне кажется, 10-15 гривен, это и то. Нет, 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 поверьте мне, ну не тот формат и не это. Я предлагал, кстати, тому же академику, говорю, давайте соберите круглый стол научных работников, производственников и тому подобное, и пригласите на него президента. Но не для того, чтобы ему вытыкивать, а для того, чтобы сказать, что вот есть масса проектов, есть масса людей, которые готовы это делать. Давайте обсудим, как страну развивать. То есть возьмите эту шахматную доску, я уже прикололся к этому термину, в свои руки. Однако же этого никто. Он говорит, он не придет. Я говорю, так не придет, это тоже действие. Любое действие, да или нет, это действие. То есть он показывает, он участвует в жизни страны или он над этой жизнью страны. Вот тогда нет места таким, как гитманцев. Я с гитманцем говорил, я говорю, ты мне объясни, пожалуйста, как получается, вот вы оправдываете такие тарифы. Что такое? Мы даем субсидию. То есть вы у меня, у вас же своих денег нет у государства, вы эти деньги берете у народа. Вы у меня отобрали много, и столько, что у меня уже не осталось, и вы мне кусочек моих же денег возвращаете народ назад. В качестве подачки. Какого-то благодеяния, так я хотя бы видел, куда я иду. Я бы мог понять, что хорошо, я буду там какое-то время на кефире и сухарях жить, но мы придем туда. А если мне говорят, что вот сейчас на кефире и сухарях, а там и кефира и сухари не останется. А что я туда иду? Сергей, у Украины, как у самурая, нет цели, есть только путь. Я предлагаю на этом... А сейчас нет уже и пути, да. Я предлагаю на этом завершать нашу сегодняшнюю беседу. Благодарю всех за участие. Благодарю вас, Андрей Завотарев, благодарю Сергея Вазовского. Ну а вас, уважаемые зрители, я приглашаю подписываться на наши ресурсы. Ютуб, Телеграм Первого Казацкого, Ютуб Института Глобальной Цивилизации, ресурсы Украинского Института Политики, мой Телеграм-канал Политолог Богатырев. И до новых встреч на Первом Казацком. Счастливо. Маленькая П.С. хотел сказать по скриптуму. Напоминаю, что мы целью своей программы, своего вот единения выбрали все-таки не просто обсуждение и плача по поводу того, что гроши не могу, а все-таки предложение решения вопросов, которые приведут именно к той цели, у которой нету самурая. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok